Чэнь Янь Янь. Настоящее имя Чэнь Цэнь Цэнь. Китайская актриса, работавшая в китайском, гонконгском и тайваньском кино, а также на телевидении в 1930-1990 годах. Лауреат нескольких призов за лучшую женскую роль второго плана Азиатско-Тихоокеанского кинофестиваля. Чэнь Цэнь Цэнь родилась 12 января 1916 года, по другой версии 25 февраля 1915 года. В Нинбо, в традиционной семье аристократического маньчжуйского происхождения, одного из кланов Желтого Знамени, родом из Пекина. В следствии семья вернулась в Пекин. Девочка училась в пекинской католической школе Святейшего Сердца для девочек, но с ранней юности мечтала о кино. Когда в 1930 году режиссер Сун Юй стал снимать в Пекине фильм Spring Dream in the Old Capital, девушка ежедневно после школы переходила на съемочную площадку, подолго наблюдая за съемкой. Она обратила на себя внимание другого режиссера студии, Сачу Шена, также регулярно посещавшего съемки, которые представила ее съемочной группе. По предложению Сун Юй, девушке уже на следующий день была сделана проба, хотя бы на уровне статистки, в роли одной из флиртующих с прохожими девиц, на фоне которых Жуан Лин Юй в роли проститутки общалась с персонажем-клиентом. Эпизод был удален при монтаже, так как 14-летняя Чень выглядела слишком юно для тематики фильма. Однако этот опыт убедил начальство студии в ее потенциале для реального освоения актерской профессии. Чень Цэн Цэнь было сделано предложение присоединиться к студии, однако это встретило противодействие ее родителей. В то время как мать удалось убедить достаточно быстро, традиционно воспитанный и управляющий своей семьей отец в течение долгого времени не хотелось слушать о таком выборе. В перемене им мнения сыграли роль уговоры сотрудников студии, включая Лин Чу-Чу, известный в ряде ролей верных жен и заботливых матерей. Тем не менее, разрешение идти в актерство было дано им дочери с четырьмя строгими условиями. Во-первых, она не должна использовать в кино свое настоящее имя. Во-вторых, при общении дома с родными она не должна говорить о своей работе. В-третьих, она отказывается от любых претензий на наследство от семьи. И в-четвертых, она не должна делать ничего, что могло бы навредить семье. Кроме того, отец девушки отказался подписывать контракт со студией. Так что юная актриса, не имея сама права на подпись из-за несовершеннолетия, в течение нескольких лет была вынуждена работать без формально заключенного контракта. Рискуя при любом конфликте со студией остаться и без семьи, и без других средств к существованию. Это, однако, не поколебало ее уверенности. И вскоре девушка в сопровождении матери отправилась к месту основного базирования студии в Шанхай. Ее профессиональным именем, сохранением фамилии, стала Янь-Янь, ласточка. Также с намеком на пекинское происхождение по поэтическому названию города Ян Цинь, предложенное главой студии. Уже в следующем своем фильме, комедийной короткометражке «Самоубийственный контракт», в том же году и практически не имея еще актерского опыта, Чен Янь-Янь удостаивается попадения в титры. А к четвертому фильму игра юной актрисы собрала достаточно положительных зрительских отзывов, чтобы студия попробовала ее в первой ведущей роли. Первым ее собственным фильмом становится драма «Springtime in the South», где Чен Янь-Янь играла трагическую героиню. Наконец, сыгранная ей в большой дороге, роль мечтательной Диньсян становится ее пропуском звезды. Чен Янь-Янь становится одной из четырех дань, наполнив Жуан Линьюи, Ван Жин Мэй и Ли Ли Ли, и снимается на ней до 1937 года. В 24 кинокартинах, большей частью немых или полунемых, но успев попробовать себя на этом этапе и в двух звуковых фильмах. Большинство сыгранных в это время ролей относятся к образу привлекательной юной девушки, только начинающей осознавать свою собственную чувственность. После закрытия Лянь-Хуа и в течение большей части Второй Японо-Китайской войны, Чен Янь-Янь остается в Шанхае. В 1938 году она устраивается на кинокомпанию Синь-Хуа, где также вскоре становится одной из четырех дань студии. Дополнив Юань Мэй Юнь, Чен Юнь Шан и Гу Лян Зюнь, и успешно продолжает сниматься в тренде трагических героев, приобретая на каком-то этапе прозвище Королева Трагедии. Еще с самого начала работы на киностудии Лянь-Хуа, Янь-Янь знакомится и выступает в романтические отношения с главным оператором студии, Хуан Ша Феним. Однако из-за концентрации обоих молодых людей на кинематографической карьере, оформление их отношений откладывается практически до военных лет. У них рождается дочь, которая также стала актрисой. Однако в конечном итоге оба осознают, что семейная жизнь не складывается, и расторгают брак по обоюдному согласию. После конца Второй мировой войны, актриса возвращается в Пекин для съемок фильма «He looks like a shadow», где знакомится и начинает вторую романтическую связь со своим партнером по фильму, актером и режиссером Ван Хао. Ряд источников называют ее вторым мужем Янь-Янь, однако она позднее утверждала, что их сожительство не было официально зарегистрировано как брак. В 1949 году, незадолго до победы сил КПК в гражданской войне в Китае, они вместе перебираются в Гонконг и продолжают сниматься там. Ван Хао и Чинь-Янь вместе организовали собственную кампанию, но она распалась около 1954-1555 года, после всего нескольких снятых картин вместе с их сожительством, когда Чинь-Янь-Янь обнаруживает неверность партнеру. После второго неудачного опыта, Янь-Янь дает себе клятву более не вступать в романтические связи, и до конца жизни живет одна либо вместе с дочерью. С 1950-х годов актерица переходит на зрелые, часто материнские роли. Став одной из основных второплановых гонконгских и тайваньских актрис, это Ван Плуа. Изработав за конец 1950-х, начало 1960-х годов, несколько номинаций и призов за лучшую женскую роль второго плана. В середине 1970-х годов Чинь-Янь-Янь ушла из большого кино, продолжая до начала 1980-х сниматься на Тайване в телефильмах и мини-сериалах, потом окончательно уходит на покой и живет вместе с дочерью. На рубеже 1980-1990-х годов пожизненные заслуги актрисы перед кинематографом региона удостаиваются спецприза фестиваля Golden Horse. Последней ее экранной работой становится участие в качестве самой себя в форме интервью в биографическом фильме Стэнли Квана «Главная сцена» 1994 года о ее давней коллеге Жуан Линь-Юй. Чинь-Янь-Янь умерла в 83-летнем возрасте в мае 1999 года.